Итак, индийская мифология. В индийской мифологии есть разные классы существ. Есть боги, это верхний уровень. Есть ниже них класс асуров, демонов. Еще ниже всякие мерзкие существа типа ракшасов, а еще ниже бхуты, пешачи и им подобные. Боги, они в Индии тоже делятся на разные классы. Есть, например, 12 светлых адитьев. Ну, то есть, так же, как в Древней Греции есть олимпийские боги 12, в Скандинавии 12 светлых асов, так и в Индии 12 адитьев. Почему адитьев? Потому что их прародительница звали Адитьев. Ну, в общем, рассказывается о том, что был некий, ну, не человек, а некая божественная сущность Кашьяпа, или Кашьяпа, наверное, по-индийски, который имел множество дочерей. И этих дочерей он выдал за Дакш. И вот от старших дочерей Дити и Дану родились, так сказать, соответственно, Асуры. Дайтеи, гигантские великаны, и Данавы, исполинские змеи, ну, тоже великаны. От третьей Адити родились боги. Если, конечно, я не перепутал, и это не Кашьяпа получил в жены дочерей Дакши. Вот, кажется, так. Память подводить стала. Да, потом от, так сказать, одной Сурасы родились чудовищные драконы. Ну, в общем, много всяких разных классов существ появилось. Ну, вот, возникла некая коллизия между богами и Асурами. Почему? Этот спор возник из-за власти над миром и из-за того, кому будет принадлежать молоко бессмертия, или Амрита. Мрита, по-индийски смерть, Амрита, А это частица отрицания, Амрита бессмертия. В общем, ситуация была такой, что жили Асуры с одной стороны, а боги Адити с другой. И потом возникла в голову мысль им, что можно молочный океан взболтать, как сбивают молоко, и получить вот этот вот напиток бессмертия от взболтывания, как масло получается. Молочный океан, кстати, был тоже бессмертным и, как бы это сказать, одушевленным. Он был в то же время и некой личностью. И вот взяли, так сказать, исполинского змея Шешу, боги и Асуры, обвязали гору Мандару вокруг, так сказать, им обвязали эту гору, и Асуры взяли за головы змея, а у него было тысяча голов. Точнее, змея звали Васуки, вот, будет более правильно, хотя иногда его путают со змеем Шешу. А у Асуки, по-моему, было сто голов. А боги взяли его за хвост и, соответственно, стали вот этой горой, стали вот взбалтывать и взбалтывать этот молочный океан. Взбалтывали они его сотни лет, причем змей периодически срыгал пламя, и оно обжигало Асуров. А зато, когда оно на небе собиралось в тучи, в облака, то оно над богами разражалось освежающим дождем. И вот стали появляться чудесные существа и предметы от этого процесса взбалтывания, в конце концов. Появились чудесные небесные танцовщицы Апсары. Их себе забрали гандхарвы, тоже небесные певцы и музыканты. Появилась прекрасная богиня Лакшми. Ее взял в себе жены Вишну. Появился чудесный белый слон Айравата. Его взял себе в качестве издового животного бог Грома Индру. Там много чего еще интересного появилось. А потом, наконец, вышел сам бог ворчевания Дхин-Тхван-Тхин-Тхван-Твари, еле выговариваю. И он вышел из этого самого океана, неся чашу с вот этим вот напитком бессмертия. Ну, Асуры обрадовались, завладели этой чашей и начали, так сказать, горячо спорить, кому из них первому пить. А боги как бы остались неудел, но Вишну, тоже один из, так сказать, главных богов, он превратился в прекрасную девушку. Подошел к ним, они так, разерытый разъявили, он забрал у них эту чашу и, так сказать, передал богам. А боги, у них строгая иерархия, очередность, они установили и без споров стали там по очереди ее пить. Вот уже практически все выпили и стали бессмертными, а Асуры остались смертными. И только гигантский дракон Раху, Асур, он превратился в одного из небожителей, так сказать, встал в очередь, и когда до него дошло, стал пить. И в этот момент его опознали луна и солнце, а Вишну своим остро отточенным диском отсек ему башку. Но так как молоко дошло уже до шеи, то, соответственно, голова стала бессмертной и взлетела на небо. А хвост боги закинули на небо отдельно, он превратился в какое-то там созвездие. И с тех пор эта голова Раху преследует по небу луну и солнце, мстя им за то, что они опознали его, и заглатывает их. Но так как там у него дырка в отверстии шеи, то они обратно выходят. Это называется лунным и солнечным затмением. А асуры пришли в ярость, кинулись на богов и завязалась многотысячелетняя битва. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.